Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии Мирамгуль Салкимбаева я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев побывал с рабочей поездкой в Нуринском районе. Студенты Караганды отмечают свой праздник. В Караганде состоялась выставка советских игрушек. Дефицит медицинских кадров наблюдается в сельских местностях Карагандинского региона. Особенно нехватка специалистов чувствуется в Каркаролинском, Шетском и Жанаркинском районах. Аким области призвал чиновников решить эту проблему и заинтересовать молодежь для работы в поселках. В этом году дефицит чувствуется не так остро, как три года назад. Если тогда по области не хватало 300 человек, то сейчас их количество снизилось до 80. В этом помогла государственная программа поддержки молодых специалистов на селе. Однако и этот показатель заставляет задуматься. Ведь для того, чтобы привлечь молодых врачей в сельскую местность, нужно создавать условия для нормальной жизни на местах. В текущем году нами было трудоустроено 146 молодых специалистов, в том числе 21 в сельской местности, что позволило снизить дефицит врачебных кадров по области до 80 специалистов. Ни для кого не секрет, что привлечь к работе молодых специалистов – это только полдела. Перед нами и местными исполнительными органами стоит важная задача – закрепить данные кадры в регионах нашей области. Такая практика уже показала хороший результат. В настоящее время жилье предоставлено 18 специалистам, а семи врачам выдан беспроцентный кредит. Также многие выпускники получили подъемные в размере от 100 до 400 тысяч деньги. Глава региона призвал продолжать эту работу. Также чиновникам поручили продумать реконструкцию старых зданий и медицинских учреждений, которые можно отремонтировать и заселить врачей. Аймам Рена Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. А вот на карагандинских предприятиях увеличилось количество травматизма. С начала года инспекторы по охране труда провели более 2000 проверок. По их результатам выявлено 1380 нарушений. Зачастую они происходят из-за несоблюдения техники безопасности. Аким области поручил вести тщательный контроль за соблюдением норм безопасности и пресекать мельчайшие оплошности штрафами. Особую беспокойность в этих условиях вызывает нарушение безопасности и охраны труда на производстве, где работодатели допускают нарушения по обеспечению безопасных условий труда. За 9 месяцев текущего года на производствах наблюдается рост количества несчастных случаев. Цифры увеличились на 6%. Однако специалисты отмечают и снижение количества чрезвычайных ситуаций с летальным исходом. Причины этих явлений зачастую называют человеческий фактор и несоблюдение работодателям норм техники безопасности. За этот период произошло 215 несчастных случаев, из них со смертельным исходом 24. За аналогичный период прошлого года пострадало 202 человека, со смертельным исходом 36. Докладчики отмечают, что самые плачевные результаты возникают при падении с высоты и дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, иногда работодатели пытаются скрыть эти случаи. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в горно-металлургической и угольных отраслях области. В основном это на предприятиях ТО-корпорации «Казахмыс» и АО «Арселометалтимиртал». По итогам 9 месяцев остается высокий уровень травматизма ТО-корпорации «Казахмыс», где пострадало 78 человек. Глава региона остался недоволен приведенными цифрами. С его слов, ответственность за каждый несчастный случай ложится не только на работодателя, но и на общественность. Ведь каждый из нас в виде несоблюдения норм может забить тревогу и предотвратить трагедию. На то и наши созданные системы контроля в виде инспекции труда, которая за этим должна следить и не допускать вот таких факторов. Между тем, по всем проверкам и выявленным нарушениям уже проводится расследование. Нерадивым работодателям выписаны штрафы на общую сумму 22,5 миллиона в тенге. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Большие изменения ожидаются в Нуринском районе. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, плавательного бассейна, а также овощехранилища и комплекса зернохранилищ. Первый заместитель Акима области Аслбек Дюсибаев побывал с рабочей поездкой в Нуринском районе. В ходе поездки первый заместитель Акима области посетил село Шахтерское, где ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательного бассейна. Строительство комплекса началось в мае 2013 года и рассчитан он на 160 посадочных мест. Спортивный комплекс будет состоять из мини-футбольного, волейбольного залов, зала для настольного тенниса и борцовского ринга. Строительство планируется закончить уже в текущем году. Также Аслбек Дюсибаев посетил место строительства овощехранилища и комплекс зернохранилищ. Ознакомился с работой пунктов по приему. Наши хозяйства являются одним из крупных хозяйств нашей Караганинской области. Пассивные площади, которые составляют 35 тысяч гектар, на которых возделаем семена, производим семена зерновых, фуражных культур, являясь элитно-семеновским хозяйством Караганинской области. В завершении поездки Аслбек Дюсибаев провел совещание по вопросу исполнения бюджета Нуринского района на 2015 и перспективах развития на 2016 год. Детально были рассмотрены проблемные вопросы, по решению которых Аслбек Дюсибаев дал ряд конкретных поручений. Лариса Хусейнова, Александр Циригидзе, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Студенты Карагандинской области отмечают свой праздник. В честь Дня студента Управление по вопросам молодежной политики проводят крупные мероприятия. Вчера состоялся праздничный фестиваль, в котором ребята смогли проявить творческие способности. Во Дворце культуры Горняков состоялось торжественное открытие регионального фестиваля под названием «Молодежь. Будущее Казахстана». Праздничный концерт посвящен Международному Дню студентов. С приветственным словом выступил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Молодость – это время, когда человек открыт для творческой деятельности, имеет возможность для реализации интеллектуального потенциала и неистощимого источника позитивной энергии. А вы, студенческая молодежь, олицетворяете собой наиболее активную, целеустремленную часть молодежи. Ребята из вузов города продемонстрировали свои таланты. Танцевать, петь, играть на разных музыкальных инструментах, безусловно, умеют все. Мероприятия, которые пройдут в честь Дня студента, позволят ребятам проявить свой как творческий, так и научный потенциал. Данное мероприятие дает, во-первых, проявить себя как творческий потенциал, как свой научный потенциал, свои знания проявить. Я уже сегодня сказал, что у нас на данное открытие фестиваля было заявлено очень много номеров всех наших девяти вузов области. И мы отобрали самые лучшие именно на открытии. Так что я думаю, у нашей молодежи потенциал очень большой. И я уверен, что мы на этом не остановимся и будем дальнейшее развивать это. Широкомасштабные мероприятия будут проводиться с 27 по 29 октября. В течение этих дней студенты продемонстрируют свои таланты, возможности и достижения по разным номинациям. Всего в фестивале принимает участие более 500 студентов. Итоги будут подведены уже завтра. Самых лучших наградят ценными призами. На 50-й внеочередной сессии карагандинского маслехата депутатами были приняты решения по ряду вопросов, касающихся жизни города. Многие постановления утратили силу или выработали свои полномочия. Сергей Высокосов подробно. В общей сложности более 11 вопросов были рассмотрены на внеочередной 50-й сессии карагандинского городского маслехата. На пленарном заседании признали утратившими силу решение сессии от 29 июня 2011 года об утверждении категории автостоянок, паркингов, в целях увеличения базовой ставки для исчисления налога на земли города Караганды, выделяемые под автостоянки. Кроме того, были внесены изменения в правила предоставления жилищной помощи населению города Караганды. Теперь по правилам список документов заметно сократился. Его привели к специальному стандарту. Предлагаем внести изменения в перечень документов, предоставляемых заявителям, для приведения в соответствие с действующим законодательством. Необходимость внести изменения возникла в связи с утверждением нового стандарта оказания государственной услуги, назначения жилищной помощи. Ранее предусмотренные бланки в правилах отсутствуют в стандарте, утвержденном приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года. В связи с вышеизложенным исключаются справки о составе семьи и размере общей площади занимаемого жилья. Также справка о доходах всех членов семьи, справка о расходах по оплате содержания жилья и коммунальных услуг. В нынешнем году на 2,5 тысячи карагандинских семей уже было предусмотрено чуть более 42,5 миллионов тенге, рассказала Ирина Любарская. А заместитель Акима города также пояснила, какие именно приложения к правилам предоставления жилищной помощи карагандинцам теперь исключат из перечня для заявителей. В связи с вышеизложенным исключаются справки о составе семьи и размере общей площади занимаемого жилья. Также справка о доходах всех членов семьи, справка о расходах по оплате содержания жилья и коммунальных услуг. Уважаемые депутаты, прошу поддержать предложенный проект данного постановления. Напомним об изменениях в программу развития карагандина текущую пятилетку мы рассказывали вам накануне. Теперь на этой сессии были приняты внесенные изменения в состав ряда межведомственных комиссий, которые действуют при Акимате города. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по профилактике правонарушения, по профилактике и предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми, комиссии по поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также комиссии по государственным символам. Все принятые изменения в ближайшее время будут опубликованы в средствах массовой информации. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Школьники Караганды сразились в смотровом строю. Более 400 учеников из 70 школ области соревновались за звание «Лучшая знаменная группа». Мальчишки и девчонки 14-16 лет шагали, отдавали честь и выполняли маневры с поворотами и флагом. За стараниями юных патриотов наблюдал наш корреспондент Аим Амрина. Набрав, в лоб! Раз, два, три! Ежегодный конкурс строевого осмотра собрал во дворце детства и юношества школьников со всех регионов области. 70 команд, по 6 человек в каждой доказывали жюри свою уникальность. 16-летняя Елизавета Чабан защищает честь своей гимназии. Вместе со своими друзьями они набрали около 24 баллов. Наверное, самое сложное и самое основное – это сплотить команду. А потом уже, если команда будет сплачена, то все будет получено. Строгая жюри оценивает строго. В его состав входят военные, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и педагоги дворца. Баллы они выставляют сразу. Со слов организаторов конкурса, такие смотры очень важны для молодежи. Они помогают не только показать себя, но и дисциплинировать школьников. Финал у нас будет проходить уже 2 декабря. Это уже очень скоро. И там будет 20 команд победителей. 20 победительниц знаменных групп, которые будут бороться за звание лучших. Итог первого тура будет известен завтра. Победители получат путевки в финал, который состоится в преддверии дня первого президента 2 декабря. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Более 100 тысяч обращений поступило в Управлении комитета по правовой статистике по Карагандинской области за текущий год. По сравнению с прошлым годом это в два раза меньше. За коррупцию 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом и многом другом рассказали на пресс-конференции в Управлении комитета по правовой статистике Карагандинской области. О проделанных работах по всем направлениям отчитался старший прокурор управления комитета по правовой статистике области. Выявлены и поставлены на учет 35 незаконных проверок, проведенных органами жилищной инспекции области. По каждому факту нарушения приняты меры прокурорского реагирования, переходя к преступлениям. Основная их масса совершена лицами, не учащимися и не имеющими места работы. Как сообщается, заказные убийства на территории области не совершались. Касаемо ДТП, самыми опасными участками города Караганды являются проспект Бухар-Жирау, Восток-3-5, улица Космонавтов, проспект Нуркен-Абдирова, 7-я магистраль и улица Магнитогорская. Сведения показывают, что рост аварии по сравнению с прошлым годом снизился на 3,7%. На учет поставлено 58 лиц, совершивших убийство, в том числе 3 женщины, из них граждане Республики Казахстан 54, граждане СНГ 3 и 1 иностранный гражданин. Состояние алкогольного опьянения совершено преступление 36, ранее совершавшими 15. Несовершеннолетними преступления не совершались именно данной категории. Анализ возраста лиц, совершивших преступление в 2015 году, свидетельствует о том, что убийства чаще всего совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет. Старые игрушки обрели новую жизнь. Карагандинцам представилась возможность побывать на выставке советских игрушек. Такое мероприятие в музее организовывается впервые. О сказочных экспонатах Гульза Цахова более подробнее. Список разрешаемых игрушек производства был утвержден еще в 1934 году. Взглянув на них, сегодня можно многое узнать об истории 20 века, так как история советской игрушки насчитывает многие десятки лет. Игрушки мы собираем уже не один год. Мы обращаемся постоянно к жителям города, мы проводим акции, выезжаем, допустим, в тот же Майкудок, мы выезжали в Михайловку, и объясняли людям, какие нам нужны экспонаты, то есть мы собираем быть советского периода. И они с удовольствием несли вот эти нам игрушки свои, потому что сейчас можно зачастую увидеть, поиграли ребенок игрушки, все, она не нужна. На выставке были представлены свыше 70 игрушек, выпущенных советской промышленностью для детей разного возраста. Среди экспонатов самые популярные игрушки во все времена – это куклы, деревянные машинки, железный утек, маленькие солдаты-красноармейцы и многое другое. Первые игрушки появились в Египте в 6 веке, это были куклы. И вот, значит, зачастую вот эти вот игрушки, они несли в себе функцию, значит, функцию воспитания детей. В современный советский период делились, знаете, по своим функциям. Например, были игрушки, которые были типажные, то есть игровые, это куклы, например, да. Были игрушки, которые имели такое развивающее. Выставка интересен не только детям, но и взрослые могут погрузиться в мир далекого детства, где царят яркие воспоминания. Организаторы отмечают, что сары игрушки можно сдать в Краевический музей для их второй жизни. Гостей на выставке игрушек готовы встречать до 13 ноября, где сказочные персонажи будут проводить для детей интерактивные игры, конкурсы и загадки про игрушек. Гульза Ацахова, Тулегин Рашитов, Александр Цирыкидзе, Первый Карагандинский. Наследие будущему поколению. С такой направленностью к молодежи в областной библиотеке имени Гоголя состоялось открытие нового интеллектуального клуба под названием «Тагылы». Клуб организовывается при поддержке Государственного университета имени Букетова. Подробности в следующем материале. Главным гостем на открытии интеллектуального клуба стал заслуженный деятель Республики Казахстан профессор знаменитый Жирау Алмаз Алматов. Он в своей лекции студентам рассказал много интересного о литературе казахского народа и поблагодарил молодежь за большой интерес к культуре казахского народа. Данный клуб был организован при участии научного центра при Государственном университете имени Букетова с нашей областной библиотекой. Сегодняшнее мероприятие очень важно для нас всех, особенно для молодого поколения. И мы надеемся, что этот клуб воздействует к правильному усовершенствованию нынешней молодежи. «Тагылам» так назвали данный интеллектуальный клуб, что в переводе означает «наследие будущему поколению». Студенты из многих учебных вузов, которые пришли сегодня на первую лекцию клуба, впредь намерены учить и трудиться во благо развития этого же клуба. «Я специально пришла на это мероприятие, чтобы стать одним из членов интеллектуального клуба. Думаю, что в будущем, благодаря клубу, я буду развивать в себе уверенность, и это поможет мне расширить свой кругозор в целом». На мероприятии также присутствовали многие юные таланты и личности, пропагандирующие жарауское искусство. Организаторы в будущем планируют проводить в клубе различные беседы один раз в месяц. На встречу с членами клуба будут собираться многие интересные люди из разных отраслей, будут обсуждаться все актуальные темы нынешнего мира. Гульза Ацахва, Олжас Габбасов, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Молодая супружеская пара из Караганды сняла клип о спорте. София и Виктор Старосельских посвятили свое произведение всем борцам и, в частности, близким, которые занимаются вольной борьбой. Со слов молодоженов задумка удалась на славу и уже получила свой первый приз – медаль от спортсменов. Подробности в следующем материале. Ты выбираешь или выбирай то, кто движется по теме я. Выбирай то, ты выбираешь или выбирай то. Автором слов песни является София. Молодая девушка сочинила текст буквально за полчаса. Показав его супругу, они зажглись идеей записать ее. На помощь тут же подспешил друг семьи Руслан. Тройка творческих молодых людей сумела уговорить и спортсменов. Клип сняли за неделю. Мы посвятили этот трек отцу моей супруги, жену Спеку Серегу Капкеновичу, моему дяде Старосельскому Владимиру Владимировичу. И потому что люди, они, эти люди, они болеют спортом, они за этот спорт. И поэтому я советую всем заниматься этим видом спорта. Режиссер, он же и оператор клипа Руслан Димшанов, участник шоу-программы «Х-фактор». Он знает супругов Старосельских уже давно. Парень не сам ведет здоровый образ жизни, поэтому идея сделать такое видео сразу пришлось ему по душе. Зажегся именно тем, чтобы казахстанская молодежь, она занималась спортом, чтобы поднимала Казахстан на мировом уровне. За здоровый образ жизни, мотивация именно в этом состоит. Сюжет о спортсменах, занимающихся вольной борьбой, пришел на ум ребят не случайно. С их слов, будучи детьми и родственниками борцов, они привыкли к их дисциплине и образу жизни. Молодые гордятся, что у них есть такие примеры подражания. Поэтому в клипе они хотели отразить любовь и почтение к тем, кто выбирает спорт. Мы делали все сами, три человека. Хотелось бы, чтобы это было именно мотивационно, это чтобы вдохновляло людей. Пусть это будет маленький, пусть это будет непрофессиональный клип, но мы делали это от души. И молодые спортсмены, спортсмены, которые уже видели этот клип, нам просто сказали спасибо, этого достаточно. Песню презентовали скромно. Впервые ее исполнили 12 октября на открытии турнира по вольной борьбе в памяти заслуженного тренера Аманщи Акпаева. Именно тогда авторы творения получили свою первую награду за клип «Золотую медаль». Радуясь этому, Триуни намерена останавливаться. Впереди у них еще много планов. Караганда еще увидит немало наших песен, говорят они. Сейчас они работают над новым произведением под названием «До небес». А София еще и пишет книгу. В ней будут собраны документальные истории о боевой жизни ветеранов афганской войны. А имам Ренажа Сулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волгсдар. Редактор субтитров А.Семкин